Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Неужели Самвел хочет начать все сначала? Он решил доказать, что в одну и ту же реку можно войти дважды? Серьезно? Хорошо прийти к маме. Примерно такое название у него на канале уже было в самом начале его YouTube карьеры. Неужели с этого видео начнется новый отчет следующих 10 лет? Неужели мы завтра увидим хоть и старого, но уже хорошо забытого нами Самвелла, каким он был 10 лет назад? Опять он будет уходить от мамы и лить горючие слезы, ведь уезжать от мамы нелегко. Помним, все помним. От такой прекрасной и замечательной мамы без слез ведь не уйдешь. Хочется иногда попасть в сказку, где творятся всякие разные чудеса. Этих людей уже ничто не изменит к лучшему. Даже если лишить их денег, из-за которых они зажрались, ничего не поменяется. Они озлобятся еще больше, станут еще более агрессивными. Ведь нужно будет начинать все сначала, а это непросто. Когда у тебя еще вчера все было, и ты мог посылать далеко и надолго всех неугодных, и тут резко ситуация меняется, и снова надо лебезить, присмыкаться. Вести канал спокойно и нормально, без эмоциональных качелей, от хорошо до плохо, Самвел ведь так и не научился. В самом начале он из кожи вон лез, чтобы раскрутить зрителей на донаты и заработать. А потом стал послать всех и вся, потому что уже заработал, да и донаты прекратили свое существование. Потому что не может вести себя как человек-сущность, которая человеком-то и не является. Приходит он к маме. Ты жива еще? Черт бы тебя побрал. Жива. Прям как пароль. Ответ. Ты еще жива, пароль. Ответ. Жива. Эх, живучая оказалась. Баба Таня фильм смотрела. Запретная любовь. Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. С таким настроем она будет жить еще очень долго. До самого конца света. Севка возмущается. Сколько вчера мамка приготовила мясо, а сегодня от него не осталось и следа. Из-за того, как они уничтожают продукты, капусту скоро внесут в Красную книгу. И кур, кстати, тоже. Сколько они всего этого добра сжирают. Заглядывает он в сковороду. У бабы Тани там готовится новая колбаска. Мастер-шеф искренне удивлен. Почему она киснет в воде? Ну, вообще-то, это нормально. Козы тоже отваривают в воде. Но только не в таком количестве. Баба Таня такая жадная, что даже воду экономит. Налила бы в кастрюлю воды и по-человечески отварила. А то лежит колбаса и киснет в трех каплях воды. Бабе Тане так смешно слышать эти речи. Да сколько там того мяса было. Стыдно тебе, сынок, об этом говорить. И грешно. К тому же три куска-то мяса ведь осталось. Чего гавкаешь? Крошка сын к маман пришел и спросила кроха. Светят звезды. Хорошо или все же плохо? Платье поправь, мама. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сынок. Платье поправь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С третьего раза только послушалась. Вот когда он рявкнул на нее, что она поняла, что тусклой вот этой нечищенной своей звездой сверкнуть ей нынче не удастся. Вот слава богу, а я уже и даже прищурилась. Вот зачем этой бабке смотреть фильмы про запретную любовь? У нее в жизни все гораздо интереснее. Платье она задрала не просто так, чтобы вы понимали, а чтобы встать. Ах, вот как надо вставать. Прям лайфхак от бабы Тани. Ловите и не благодарите. Вчера Дианка нас лайфхаками закидала, за которую она отдала кучу денег. Интересно, где баба Таня училась? В каком высшем учебном заведении она постигала эту сложнейшую науку? Чтобы встать, надо задрать платье. Учитесь, малята, приходите в гости. Села, посидела, решила встать. Хоба! И подняла платье. А можно вопрос? Трусы мужские надо надевать с прокладкой? Или эффекта платья на голове при вставании будет достаточно, чтобы у всех присутствующих просто отпала челюсть? А хорошо прийти к мамке и поесть? Конечно. А еще лучше прийти к мамке и спросить, не гыгнула ли она? А она тебе раз звездой сверкнула, и ты понял. Не, жива еще моя старушка. Бедна дытынка. Всю жизнь его мама не умела готовить. Это не мои слова, это слова Самвела. И вот, наконец-то, она научилась. Да еще как! У нее меню, как в самом шикарном ресторане. Жареные бедрышки. Под замысловатым названием. Если бы курица знала, как будут издеваться над нее после смерти, она бы покончила с собой. Вареные яйца. Цыплята знали, как будут готовить их мать, и решили попросту не вылупляться. А также пластмассовый огурец. Но в каком ресторане вы сможете заказать себе такие крутые блюда? Только у Таньки Шупички такое готовят. Съел Самвелка две ножки, половинку авокадо, потом подумал и съел еще одну ножку. Эх, где двое, там и трое, правильно? Прям холодный, из кастрюли. Красота! Мне песенка вспомнилась. Сам себя считаю городским. Теперь здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все чаще ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Авокадо с утра очень полезно, говорит Самвел. Ну, прям не видео, а список полезных советов для зрителей. Жареные ножки еще полезнее, че Севка про это молчит. Уж делиться так делиться до конца, че жмотиться. Люди на завтрак стараются съесть творожок или какую-нибудь кашку, ну, любую неагрессивную пищу, чтобы дать желудку проснуться, разогнаться. И только умный Самвел кормит свой желудок с утра сжаренным. Если он съест творог вместо жареного мяса, его желудок будет в шоке. Авокадо жирное, говорит Самвел, поэтому его полезно есть, чтобы выделялась желчь. А я смотрю, какие они желчные, и удивляюсь, откуда у них в организме нескончаемые запасы. У любого другого человека, если бы он вот так злобствовал, желчь бы закончилась давным-давно. Может, они ее у кого-то покупают и пополняют запасы, чтобы было чем плевать зрителей. Не овсянку диетическую готовьте себе на завтрак, говорит Самвел, авокадо. Только я успела сказать про овсянку на завтрак, и он будто дает именно мне ответ. Овсянка на завтрак, Алена, гораздо хуже, чем авокадо с жареными ножками. Ух ты, ну надо же, как интересно. Подождем еще немного, и время нас рассудит. Сколько еще организм его будет терпеть подобные издевательства, прежде чем даст ему ответ, что так эксплуатировать его нельзя? Ира, не звонила мама? Мама, конечно, не звонила, ей некогда. Она же с мусорками сливается, очень важным делом занимается. То с Дианой ругается, то мирятся, потом идут вместе на рынок, в магазин, в кафе. О, у Ируськи дел немало, у Ируськи много дел. Смотрит Самвел на маму и говорит, что-то ты так плохо выглядишь, может быть, ты в санаторий ляжешь? Ну почему бы и нет? Самвел на днях или раньше уезжает на гастроли, можно отпустить крепостную, подлечиться, а потом снова Арбейтен, Арбейтен, Арбейтен. А кто же останется пасти стадо котов? Чабан Николай? Бедненький, отощает. И бизнес-то на нем, и табун котов на нем. Баба Таня будет отдыхать, Севка тоже по гастролям разъезжает. Даже страшно становится, как он справится. Показывает баба Таня ему банку. Здесь, говорит, кроме соли и томатов, ничего больше нет, сынок. Тебе томатами нельзя маму увлекаться? Кажется. Надо посоветовать ему посмотреть свой ролик. Вот после недавнего визита Ирочки. Как они орали, что маме томаты категорически нельзя. И когда к ней подошли зрительницы и сказали, у нас тоже сахарный диабет, и нам врач сказал, что томаты есть можно. Севка послал их вежливо и культурно в ОПУ. Пусть посмотрит эти ролики, сразу вспомнит, можно маме томаты или нет. Прям такой серьезный склероз у него начинается. Скоро Коля будет ему на лоб клеить листочек с фамилией и адресом. Я представляю такую картину. Идет Самвел с листочком на лбу. Навстречу ему мама с таким же листочком на лбу. Подойдут к друг другу, прочитают, что написано на бумажках, и поймут, что они мать и сын, давно потерявшиеся, и, наконец, нашедшие друг друга. Прям бразильский сериал какой-то. Чемексиканский. Смотрит Самвел на мамкины ноги и говорит, какие-то они синие у нее. Может быть, бабка уже давно не варан, а хамелеон, поэтому ноги начали маскироваться под цвет платья. А вообще, надо попробовать их помыть. Может быть, на ней синие носки? И вот они сквозь грязь просвечивают? Ну, чем черт не шутит? Попробовать-то можно. Попытка-то ведь не пытка. Специально показал крупным планом мамкино платье. Все в шерсти, грязнули. Пусть он покажет, какая у него футболка. Она точно такая же, как у мамки платье. Поэтому, если он думает, что она за Мурзыза, а он нет, я его с радостью разочарую. Прислали Самвелу результаты анализов Мурчика. У него иммунодефицит и вирусная лейкемия. Нет покоя ни людям, ни животным. Люди болеют всякими разными заболеваниями. Животные не исключение. Какой только зараза не цепляется к братьям нашим меньшим. ТВ плевать на болезни кота. Ее волнует только то, что за это будет платить Самвел. Но я бы поняла ее переживания, если бы он последние деньги спускал на котов. Сказала бы, мы сами голодаем. Ты каждую копейку тратишь на своих котов. Мы уже с голоду скоро помрем. Потом сидит баба. Отожралась, как вошь хорошая. Пальцем ткни в любом месте. Тут же сок брызнет. Морду за три дня не объедешь. Полный холодильник жиротвы. И она переживает из-за того, что он заплатит за лечение кота. Но ведь понятно было, что сытники заниматься котом не будут. Они собаками толком не занимаются. У них не хватило мозгов, правильно, щенков привить, чтобы те не заболели. А потом рыдали за Томасом. Если они не занимаются собаками, которых любят, то кота, к которому они равнодушны, тем более они лечить не будут. Пустилась баба Таня в философские рассуждения. Животные не живут так долго, как люди. Умирают. Люди так тяжело переживают их уход, а потом не хотят брать других. Но не всегда. И слава богу, что не всегда так получается. Хотя некоторые и думают, что все. Вот было у меня животное, потерял. Нет, больше не возьму ни за что никогда. У меня подруга год назад потеряла питомца. Решительно говорила, что не возьмет больше собаку. Она так долго за ним плакала и до сих пор плачет. Через некоторое время встретила на улице щенка. Не выдержала. Взяла его к себе. Первый пес у нее был породистый. Вот по второму она взяла уже дворняжку. Бедная. Четыре месяца было щенку. Вышла перед сном с ним на прогулку. Подъехала машина, выстрелили дротиком с ядом и уехали. Такой щенок был красивый. Она заявление в милицию написала. Вот, кстати, от нее я узнала, что в Казахстане запретили отстрел домашних животных. Ну, вообще, бездомных животных. И карается законом, если вдруг кто-то вот так вот, ну, например, собаки сбили в стаю, кто-то отравил, в общем, будут с этим делом с людьми, с этими разбираться. Я не знаю, насколько это уже все работает. Ну, теперь вроде бы будут отлавливать сетями, стерилизовать, делать прививки, чипировать и отпускать. Но если в самом деле со временем это все наладят и будет работать, тогда просто шикарно. А подружка вчера подобрала еще одну собаку с улицы. И, кстати, той же породы, какой был ее первый пес. Собака была куплена от породистых родителей. С родословным эту собаку хорошо знаем еще с щенком. И родители этой собаки знаем. А потом собака человеку надоела, он ее вышвырнул на улицу. Представляете, потратил деньги, купил породистого щенка, потом вышвырнул на улицу. Надоела ему эта собака. Все. Она созвонилась с этим хозяином бывшим. И он сказал, она мне больше не нужна, делай с ней что хочешь. А так выпрашивал эту собаку. Продали щенка. Ну, вот, пожалуйста, результат. Даже денег ему не жалко. Вышвырнул. У собаки ребра, вот как раньше были стиральные доски. Худая, как велосипед. Ну, ничего. Месяца не пройдет, как станет такой пухлый пирожочек. Она быстро приведет ее в норму. Вот если бы каждый человек взял с улицы животное, то на каждый двор и на каждую квартиру даже не хватило бы животных. И бездомных бы не стало. Ну, к сожалению, этого, конечно, не случится. Посидел сам Велка у мамки. Пообщались, поговорили. Поел. Хорошо прийти к маме, пойти покушать. Больше ведь негде, никто нигде не кормит. Только тут у мамы он может поесть полноценно и качественно. Говорит, пойдем, мама, ушки тебе одену. Второй день подряд ушки маме одевает. Что-то затянулась дружба сына с мамой. Они целых два дня дружат. Офигеть, интересно. Дальше эта дружба продолжится или скоро закончится? Ну, поживем, увидим. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.